Рассказами о коварстве Навального просвещал калужского школьника, который решил выступить против коррупции в школах из-за улучшения образовательного процесса, человек, назвавшийся Михаилом Валерьевичем, помощником министра образования Калужской области Александра Никеева. Примечательно, что помощника с таким именем и отчеством на сайте министерства я не обнаружил. Беседа велась в 36 лице 28 апреля 2017 года, примерно в 10 часов утра. В присутствии мамы школьника и его классного руководителя Михаил Валерьевич запугивал парня. На аудиозаписи, которая оказалась в моем распоряжении, слышно. Как некий помощник, министр предупреждает, что митинг, который собирается организовать школьник, будет причислен к оппозиционному, и за этим последуют негативные результаты для ученика и школы. Михаил Валерьевич сообщает о наличии неких граждан, которые поджигают машины и бьют стекла оппозиционеров. В конце он советует парню сделать из этого разговора правильные выводы. Я встретился с Александром Васильевым, и вот что он мне рассказал. Меня вызвали в кабинет заместителя директора. Там находился мой классный руководитель, ну это зауч моя мама, вот этот Михаил Валерьевич и я. И то есть он начал со мной проводить беседу, касающуюся моего митинга. Сначала он рассказал о том, что хочет меня предостеречь, предупредить о том, что мой митинг будет рассматриваться министерством как оппозиционный. Составляются какие-то специальные списки, куда могут вносить организаторов и участников митинга. Я стал потом рассказывать про Алексея Навального, то есть я хочу затронуть только проблемы образования. И к Алексею Навальному это никакого отношения не имеет, но почему-то вот этот Михаил Валерьевич настоятельно мне рассказывал про Навального. Говорил, что мы все его пушечное мясо, то, что нас завербовали. Говорил, чтобы мы не слушали приказов с Москвы, то, что они зарабатывают деньги на нас. Я ничего плохого не делаю. Я просто хочу осветить проблемы, которые есть в образовании. Их огромная масса. После опросов, которые я провел в школах и университетах, я просто в шоке остался, насколько у нас все плохо. Есть поборы, которые, знаете, на уборку сдать, на охрану сдать, на обязательный поход в театр, обязательно купить какие-то рабочие тетради, учебники. Это нужно освещать, потому что люди недовольны этим. Власть видит в школьниках лишь пушечное мясо Навального и не хочет замечать реальных проблем в сфере образования. Ведь то, о чем говорит Александр, известно практически любому родителю, приводящему своего ребенка в школу. Видимо, региональному министерству легче списать все на происки Навального, чем поверить в реальные гражданские чувства калужской молодежи. Заявление о Никееву, чтобы показать проблему образования. Тот же, не знаю, в общероссийский народный фронт скинуть в российский шту, вот это вот, как там, когда потолки везде потолки протекаются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!